Всем привет, поняши! Меня зовут Мила и сегодня в этом видео у нас будет амбоксинг. Я распакую посылочку с очень давно желанной для меня поняшкой. Эта посылочка пришла ко мне из города Новопавловска от очень хорошего и честного продавца Старшайн. И я, конечно же, оставлю на него ссылочку в описании. По некоторым обстоятельствам мне придется сразу же распаковать посылочку и показать вам поняшку. Но уже после вскрытия посылочки я расскажу вам про историю этого заказа. Эта посылочка в самой обычной упаковке. Она пришла ко мне за 6 дней. Я заказала ее на прошлой неделе. И давайте же распакуем ее. Ой, как это прелесть! Как это мило! Сима, большое спасибо тебе за такую красивую упаковку. Она мне действительно очень понравилась. Блестки, кстати, чуть-чуть не красивые. Такие все цветные. Такая вот ткань. Очень мягкая вообще. Простите, мне пришлось чуть-чуть уторвать. Господи, какая прелесть! Так, вот такая вот у нас упаковочка. И давайте посмотрим, что там внутри. И сейчас покажу вам, что же такое шуршало. Ой, это были пазлы. Может быть, там что-то... О, нет, там пазлы. Там пазлы. Вроде бы я не так-то много потратила на эту пони, но все равно мне положили подарочек такой. Как я полагаю, данная записочка была написана еще зимой, потому что здесь снежинки всякие. И я не помню, как она называется, но я постараюсь где-нибудь написать, потому что это вроде красивое такое название. Ну что ж, и давайте перейдем к самой поняшке. И это поняшет Винклшайн. Ну, для начала я вижу тут бантик. Два или один? Нет, это один бантик. И состоит из двух других бантиков. Первый это розовая подложечка. Она такая, менее твердая. А второе это нежный салатовый бантик в белую полосочку. Очень красивый. Мне кажется, что он очень-очень хорошо подойдет для лулулак и для пони, которые имеют в своей палитре вот такие вот цвета. Кстати, камера немножко все искажает. И кажется то, что это прям такой ядреный цвет травы. Но на самом деле он такой очень-очень нежный и салатовый. И следующее это сама Винкл. Эффектное появление расчесочки. В общем, если мне память не изменяет, а она этого делать не должна, то это расческа 100% от какой-то старой подняшки, потому что у продавца в коллекции почти не было новых пони. И мне кажется, что, наверное, это расчесочка от какой-нибудь розовой пони, может быть. Ну что ж, сама Винкл выглядит уже просто божественно. Предлагаю вот это вот снять, потому что, если это держать еще дольше, то оно вот как сейчас сожмет вот так вот, как будто. Порвала. Она такая, какая она должна быть. Винклшайн выходила в четвертой волне хасбургских поняшек. Она шла вместе с ее питомцем, с седлышком и с расческой. Поняшка перевыпускалась один раз. К ней добавлялся диск с мультфильмом о поняшках. Ее не переделывали на новый молд, и она оставалась всегда на старом теле. Первый раз у меня была Твинклшайн в самом начале моего пони коллекционирования. Я приобрела ее, не зная, что это редкая пони, и обменяла на менее редкую, очень-очень давнему пони-ютюберу. В принципе, забыла, потому что Твинкл была и так подстрижена. В общем, для меня она не представляла никакой редкости. Но когда я поняла, что такое действительно редкие пони, я осознала, что Твинклшайн – это одна из тех пони, которые действительно редкие, и которые не найти просто так на Авито или на Юле. Не там, где в объявлениях стоит цена, которая разумна для Твинклшайна и всем привычна, а по цене 500 рублей или там еще меньше, допустим. Всего лишь два раза такое было. Три года назад, и вот буквально два месяца назад одна девушка в Москве выкладывала объявление с Твинкл, да и то я написала слишком поздно, и ясно дело то, что, мне кажется, не то чтобы через месяц Твинклшайн забрали бы уже на второй день. И моя мечта осуществилась, когда я написала в продаже пони о том, что ищу либо обменю его Твинклшайн, написала рамки цены, в которых я хочу приобрести данную фигурку, и мне через два дня, может быть, даже раньше, написал продавец Старшайн и предложил купить у него Твинклшайн. Я допросила этого продавца как только можно, потому что все-таки это редкая пони, и я все равно немножко не доверяла, когда мне уже показали ее в запакованном виде, когда сказали то, что вот тогда-то, тогда-то я буду ее отправлять. Я попросила, чтобы половину цены я заплатила до того, как человек отправил эту пони, и еще оставшуюся часть я заплачу вот сегодня вечером, после того, как закончу записывать данный ролик. То есть это просто была такая возможность меня обмануть, потому что половина суммы это и так уже были большие деньги. По большей части я хотела Твинклшайн именно из-за того, что давненько уже существовал такой шип, как Твинклфокс, и мне нравилось как Блоссомфорст, так и Твинклшайн. Я считала, что они безумно красиво смотрятся друг с другом, и захотела этих обоих поняшек в свою коллекцию. Вообще, за то, что мне помогли найти эту поняшку, я хочу поблагодарить продажу пони. Это просто замечательная группа, потому что, да, вы найдете пони не за 100, не за 200 рублей, как хотели, допустим, вы найдете ее за поставленную вами цену, либо чуть-чуть побольше, но вы найдете. Ну что ж, поняши, я надеюсь, то, что вам понравилось это видео, и то, что вам понравилась моя новая поняшка. Я рада то, что, в принципе, распаковала посылочку вместе с вами. Ну, я вас очень сильно люблю. Ссылочки на продажу пони и на Старшайн я оставлю в описании к этому видео. И о продаже пони замечательная работа, как я считаю. Всем пока! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!